здравствуйте друзья у нас сегодня иммиграционная тематика в стране захлестнула средства массовой информации и в общем что происходит давайте скажем администрация нынешняя в частности вот министерство юстиции в этот самый джев сэшнс который является генеральным прокурором и возглавляет министерство юстиции издал директиву такую в апреле месяце было дело которая как бы говорит вот мы не потерпим нарушение закона то есть некий закон который говорит что вот если люди там незаконно границы переходят то значит они должны оказаться в местах заключения практика этого дела была такова и при демократах и при республиканцев практика была такая что ну да вот их там как-то за заловили и говорят вот да но тут понимаете депортировать человека который вот уже в стране оказался его может только через суд то есть он имеет право на то чтобы было слушание в суде не просто так сожалению вот так просто нельзя отправить и закон такой и вот ну хорошо значит ему говорят ну ладно в общем вот тебе такая-то дата слушания в суде или там давай свои координаты вот мы тебя проинформируем и давай в общем двигай но не держать что его там не содержать же его по тюрьмам вот они идут вот это вот политика значит поймать и отпустить catch and release в общем все это так практиковалось кто-то из них исчезал вообще с концами зависимости от того зачем пришел человек кто-то там на политику подавался кто-то еще чем но естественно многие из них с детьми идут там часто бывает что сам уж это уже тут жена к нему там движется как-нибудь там с каким-то караваном очередным с детьми там еще как-то в общем все так ни шатка ни валка ходила а тут они в апреле издали такую директиву мол что все по закону а по закону если тебя заловили то ты должен отправиться в специальное заведение где вот искать и дожидаться а дети как бы не виноваты же дети то они что они вот и кто-то там ведет они же сами чего они не должны находиться в заведении детей отправляют в какой-то там вот ну центр для детей чтобы они там вот сидели не то что сильно комфортабельное место но так кормят там все нормально в этом смысле все нормально но вот представьте себе что деточку у кого дети есть может внуки вот представьте себе что вашего ребенка трехлетнего пятилетнего семилетнего десятилетнего вот так раз у мамы и неизвестно куда вот и там доходит до того что там у кормящие мамы от от груди можно сказать отрывают младенчика и говорят ты туда ты сюда в момент кормления то есть вот как бы уже две тысячи человек две тысячи семей остались без детишек детишка утаскивают ну как где там место есть но вот вплоть до там до пары тысяч километров от того места где содержатся родители и но в стране там как бы возмущение такие говорят как же ну что ж такое это же травма какая детям то ну ну правда вот и ради чего все те говорят закон есть закон у нас вот это да тут же значит идет что это все демократы оказывается вот это они это они закон такой придумали значит и вот если бы они такой закон не придумали так и не надо было бы этого делать но дело в том что все-таки нынешняя администрация которая приняла это решение находится у власти вместе с большинством в обеих палатах уже довольно изрядно да то есть сколько это более года сказать что в течение более года нельзя было там проголосовать за какие-то изменения в законе это просто издевательство это ну я не знаю кем надо быть вообще чтобы до такого додуматься на кого рассчитано но тут есть туда они говорят еще как вот если бы демократы значит согласились принять закон там вот который трамп продвигает так этот вопрос был бы и решен они же не соглашаются вот он и висит и я возвращаюсь в памяти своей к 2013 году я как раз тогда был таким относительно начинающим блогером и это был мой первый год вот когда эту реформу обсуждали был мой первый год и мы наблюдали значит сенат принял реформу в которой и на забор денежку давали и оприходовали нелегалов и вот ну ну все что там вот все все туда запустили палата представителей республиканская была они отказались вообще ставить на голосование хотя голосов там было достаточно вот и демократов и республиканцев желающих проголосовать было достаточно чтобы проголосовать у нас бы давно эта стена уже стояла но начальство республиканское сказала мы не будем ставить это на голосование потому Потому что большинство в палате, это для нас несущественно, для нас существенно, чтобы было большинство в нашей партии. Вот если наша партия большинство не поддержит, тогда мы ее вообще ставить на голосование не будем. Им говорят, ну все-таки вот вопрос туда-сюда. И они не только в этот момент, но и после, и до, они все время говорили, ребята, говорили Аня, зачем вам это, вот если острый момент какой-то, совершенно нет необходимости завязывать все в единый законопроект, в котором решаются сразу все задачи. Вот вы говорите, нам не хватает рабочих виз для развития индустрии высоких технологий. Давайте отдельно проголосуем увеличение лимита на рабочие визы и все. Что за проблема такая? Вы говорите, нам надо бы придумать какую-то визу для стартаперов. Она говорит, да в чем проблема, давайте придумаем визу для стартаперов, отдельно ее проголосуем. Зачем нам голосовать целый такой проект, единый там и так далее. И казалось бы, в этом есть определенный смысл. Ну если какая-то проблема остро стоит, ну так взяли маленькую проблемку, вынесли, проголосовали и забыли про нее. И нет остроты, и выпустили пар из котла. Сейчас, казалось бы, уже имея большинство и имея возможность все что угодно проголосовать, они не хотят. Они хотят, чтобы сразу, они хотят создать проблему. Вот как с этими детьми, которых забирают у родителей, с этими даковцами, которых депортируют из страны. И сказать, ну вы видите, у нас комплексная проблема. Мы хотим за это что-то получить. Ну хорошо, мы не будем разделять детей с родителями, но что мы с этого будем иметь, что вы нам за это дадите. Ну хорошо, мы не будем депортировать детей, которые выросли в прошлом детей, которые выросли в США, которые работают, учатся, которые будущее нашей страны. Мы не будем их депортировать. Но что мы с этого будем иметь, что вы нам за это дадите. и вот такая интересная картинка значит да получается так что я не комментирую так повествую как бы повествую вот что дальше будет непонятно значит все это особенно в преддверии выборов знаете как уже многие республиканцы завопили что так нельзя значит во вторник сегодня понедельник завтра во вторник президент встречается с республиканцами в конгрессе по вопросам иммиграции ну потому что вот там два законопроекта которые будут голосовать один который более консервативный он мертворожденный никто за него голосовать не будет 2 как бы компромиссный может быть он какие-то голоса соберет но в общем то идея второго тоже состоит в основном в том чтобы умеренные республиканцы могли в ноябре сказать своим избирателям мы нашими усилиями вынесли это все на обсуждение но то что оно не получилось оно не получилось но мы работали мы старались мы для вас вот вы для нас вот сюда пожалуйста опустите бюллетень ну скорее всего ничем не кончится но во всяком случае они там встречаются черта обсуждают трамп публично значит обвиняют демократов что это все из-за них не только трамп а вот там его еще должен там сотрудники разные разных уровней разных министерств и вот все это надо все это значит демократы виноваты и все это очень сильно бьет по перспективам республиканцев на выборах потому что ты там любых может быть убеждений но когда ты подумаешь о том что вот ребенка там двух трех четырех пяти семилетнего тому мамы забрали кстати вот в том законопроекте одном из двух который будет голосоваться на следующий день на этой неделе там есть кстати вот и меры по пресечению вот этой ситуации с разделением семей то есть мера такая что дети должны находиться вместе с родителями в заключение ну не заключение но вот там где их там держат до выяснения обстоятельств естественно в тюрьму так не посадят но вот эти вот детеншин центры там чтобы их не разделять в общем такая вот такая вот история демократы там собирают демонстрации выезжают на границу там протестуют и как бы им конечно подарок большой перед выборами то есть 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 о чем поговорить есть о чем предложить задуматься избирателям вот самое в этом деле конечно грустно что эти люди там в белом доме в администрации трампа они с нами со всеми то же самое сделают не почешутся то есть у них конечно те там какие-то нелегальные там еще что-то но они они с нами сделают то же самое если это нужно будет для того чтобы там какую-нибудь гирьку бросить на весы какие-то там в политических грязных играх они нас положат на заклание как нечего делать вот такие как бы чувачки так что чё сказать все друзья еду на работу а вам привет